я не профессионал я тут делаю первые шаги вот и экспериментирую можете ли опять же кого-то посоветовать или это опять вопрос на общество кто бы мог помочь вот как раз вот с этой некой упаковкой и подготовки вот контента да игру меня информации много у меня не всегда хватает знаний наверное даже сейчас чтобы понять как это упаковать для аудитории вот смотрите если вы будете брать интервью почему я говорю поэтому почему я советую вы сейчас сильно над этим не заморачивайтесь то есть если вы говорите про редактора какого-нибудь не нужно это делать потому что вообще сами соцсети и вообще на начальном этапе лучше делать все сами почему потому что делегируете вы обычно только то что уже хорошо знаете а если вы делегируете то что не очень хорошо знаете у вас там непонятно чтобы получаться и что самое плохое будете виноваты не вы а другие люди и руки у вас опустятся понимаете с одной стороны все же такие все так вокруг это а если вы будете понимать самых основ потом вы спокойно могут это делегировать понимаете ну типа с контентом самим содержание вообще лучше все пока само делать почему интервью интервью вы готовите вопрос ну да я сейчас вижу у вас конкретно гораздо больше способности для интервью чем у меня очень более структурированы вы так типа ну давайте возвращаемся сюда понимаете вы хотите получить ответы на свои вопросы да все реально вы видите человека которого действительно тоже хотите получить на него какие-то вопросы ответы на вопросы что может быть интересно людям но часто это совпадает как бы ну вот задайте эти вопросы оставьте список вопросов все вы уже готовы и задаете вопросы все остальное у вас есть вы нормально говорите хорошо говорите складно вас опять таки ну как сказать все есть для того чтобы сейчас делать интервью когда вы например нанимаете людей для интервью оператор но вы показываете референс посмотрите видео и катетевка когда так вот так и так и так ютуба нечего нового там не придумывать такого пока ставьте простые задачи потому что вы еще и моменты методы как это поэтому там это оттуда а там как из кино а там вот так вот этого сегодня надо понимаете потому что его она каша снова волшебник ultra сделает он вообще запутает 大ачwehr мы говорите про是我 хочу вот так вот так вот тогда мы это сделаны ну давайте подумаем понимаете потом зовете ну там дальше desse гуси вонов придется бы разговаривать вам. Ну, да-да-да. Звонить там, ну, вот как с вами я общался, то есть я и перепоручил это, потому что, ну, как бы, вот. Ну и все. Попробуйте с интервью. Я буду... То есть не пытайтесь как бы сразу чем-то сильным озадачить. Потому что вот вы рассказываете, на первом этапе вообще-то пока не нужно будет. Ну, понятно, что хорошо бы, что кто-то чуть-чуть так подправлял там и так далее. Ну, мне кажется, в Ютьюбе ну, я могу вам помогать. То есть вы подаете вопрос, я вам помогаю. Пусть это мое хобби, я этим увлечен очень сильно. Поэтому когда... Но вообще ну, нужно во всем со мной как бы разобраться. Там, по-моему, я же говорю, там помощники такие. Там вот... Чисто технические. Там же свое, да. Тем более вот ваш текст никто не состоит. Когда вы сами, хорошо зная, будете знать свой текст, как вы делаете со временем, вы можете это делегировать, находить людей. Это трудно будет. Но если найдете какую-нибудь девушку, мальчику, женщину, мужчину, редактора... Но очень важно бы с ней много поговорить, чтобы она поняла, какие вы там. какая вы... И потом тогда ее текст тогда вы можете редактировать. Потому что редактировать, это тоже, знаете, иногда легче самому писать. Да-да-да. Вы получите, она совсем не то будет писать. У меня то же самое с соцсетями, с публикациями, да. То есть легче самой. Лучше самой разобраться в этом и уже четко делегировать. Не так вот, введите мой экран. Нет. Не так. Ну, типа, конкретно вы снимаете, вы вот это делаете, вы... Ты все равно менеджер этого проекта, да, в любом случае. И автор, да? Да. Когда вы... Вы просто сейчас, я могу вам сказать, прямо сейчас делаете очень круто. Но вы в этом не сильно разбираетесь. Вы не получите энергии от этого, а потратите много времени и денег, и сил. Не нужно... Это нужно вот такими маленькими победами. Когда вы будете к этому готовы, ну, условно говоря, то тогда вы, ну, в смысле, будете это уже делать. Вы поймете, для чего и вообще сколько нужно денег и времени, и вообще всего. Тогда вы можете все переполучить, там, тогда уже нанимать команду, я не знаю. Но этой командой все равно, как бы, вы основной контент-одержатель, ну, как контент-мейкер. Вы уже даете задание, там, да, пишите мне про это, узнайте, соберите мне топ-10 лучших коучеров, я буду про них рассказывать, соберите мне текст в моем стиле и так далее. Понимаете? Сейчас это тяжело сделать, и все равно будет немножечко... Потому что подготовка к такому заданию, вы должны знать, что это интересно, что это должно работать и так далее, и так далее. Все остальные только помощники. консультанты, помощники, решения принимать. В этом, как и спорте, почему? Спорт же нельзя диригировать, как бы. Да, да, да. Вот, в этом и аналогия, то, что вы должны все равно сами... Ты должен на беговой дорожке быть. Да, 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 беговую дорожку, классную музыку, все можете сделать. И тренер где-то вам помогает. Но приходится самой бегать. А вам придется, за мной даже здесь аналогия не вести, вести-то окей. Создавать контент все равно придется вам. Со временем это можно сделать, это можно сделать. Вообще, опять-таки, один из основных инсайтов моего прошлого года, это то, что пока, он называется так, пока мы раскачиваемся стать блогерами, блоги становятся медиа. Медиа, да. Да, они все, они уже медиа, у них команды, это все как бы уже вообще, и вообще телевидение вернулось на самом деле. Да, просто в YouTube перешли. Да, она просто в YouTube, и там все работает только, главное, как телевидение. Ну, там вот внешне это по-другому, а так, по сути, это чистое телевидение. Потому что телевидение, им нужен мой тест на унитаз. Понимаете, им нужно, чтобы каждую субботу вот так, вот так, вот так. И здесь точно так же, вот тоже нужно, чтобы кино нет. Кино вот блокбастер зафигачили, один раз упошли, посмотрели, классно, вау, и потом уже каждую забыли, там, через аватар, через 13 лет выходит, вау, опять. Ну, а здесь телевидение, это вот так, вот так. То есть это, по сути, отчасти стать где-то телевизионным работником. Ну да, я вот прямо сегодня, пообщавшись с вами, еще больше убедилась, что это надо прям принять внутреннее решение, что ты еще одну свою какую-то такую идентичность развиваешь и сделать это прям тоже частью своего, своей профессии, своего дела. Ну, я думаю, пока ниши не заняты, я думаю, вам очень полезно относиться к этому вот так. Это будет рано или поздно, понимаете. Вам только завтра придется какие-то профессиональные команды нанимать. Сейчас достаточно не так много надо усиливать. Нет, но мне эта новость очень радует, как раз это же вопрос, сколько денег надо? Большая команда, много денег. Да, да, да. То есть сейчас вы экономите те деньги, которые вы потом потратите и даже, может быть, номером один не станете, потому что это направление, в котором кто раньше начал, того больше опыта. Это не вопрос даже денег. Вы, например, первый начинаете, через три года кто-то там хоть с чем заходит, он либо должен гиперталантливым быть, чтобы, но вы за эти три года... Уже все равно что-то наработало. Вы это экспертизу, то вы наработали, вы понимаете свою аудиторию, вы знаете, как это работает. А он опять приходит, а кто снимать? А чего там это? Да? Ну, это же в чистом виде все деньгами не решить, понимаете же. И тут это трудно подвинуть, это же надо в мозгах людей подвинуть, это не то, что важно в Ютьюбе. Это же в мозгах людей убрать, условно говоря, подвинуть на второе место. Да-да-да. Там Елену и какой-нибудь там другой парень, он будет самый лучший. Это же, ну, такое, то есть, ну, не знаю, вот, ну, типа Пугачева, условно. Она сегодня в голове огромного количества людей, там, номер один из. Какое-то отношение к ней. Ну, я не говорю, что это обязательно нужно топ-1 занимать. Ну, конечно, стремиться нужно туда. Поэтому это важно, поэтому надо относиться к этому. Это будет, это не альтернативная какая-то штука. Это как, и когда вы говорите о отдельном виде деятельности, ну, когда-то и маркетинг был отдельным видом деятельности. Да, сейчас. Достаточно было просто выставить на трафик, на торговую улицу, это никакого маркетинга не надо, понимаете. Ну, потом пришлось, потом пришлось руководителям выступать, пришлось делать презентации, пришлось делать сейчас вот эти интернет, вот эти воронки. Это тоже казалось когда-то какой-то виду деятельности, понимаете. А сейчас нет, ну, в смысле, это то же самое, просто, как и все новое, оно не так легко как бы заходит. Оно еще не заходит, знаете, почему? Потому что оно не масштабируется. То есть если вот эти курсы, как вам надо вести Инстаграм, оно масштабируется, и там консультант вам сказал совет такой, и мне точно такой же совет. Там все одинаковое, они не хотят... Здесь это очень близко к индивидуальности. Здесь, например, у меня когда-то были мысли опять из этого хобби сделать бизнес. Но потом я понял, ну этого не может быть, ну в смысле, потому что каждый человек, я не могу за вас сделать. Понимаете? А, ну, условно говоря, чтобы... Есть такие виды бизнеса, но, наверное, как консультации, да, там... Они такие очень... Ну, человек... Ну, как сессия, да, у меня сессия, скажем, клиентам, она абсолютно уникальна. Да. То есть так же если вам брать какой-то проект, я сейчас правильно вас услышала, что вот эта идея, благодаря которой вам пришла, что вы можете собрать команду и помочь им запустить и так далее, это по сути у вас будет пять абсолютно уникальных, разных, вам совершенно пятнадцатых каналов. Ну, еще, которые друг друга еще могут как-то помогать. Где-то усилить и так далее. Может быть, отчасти от того, о чем говорится, общество и так далее. Ну, вот я вас поддержу, в общем, если вы к этой идее придете. Ну, видите, почему я еще аналогию к спорту, там есть первоначальный запал, а есть ну, через какое-то время. Поэтому очень важно правильные шаги первые делать, чтобы себе получать. Ну, как, наверное, по-моему, фитнес-сетарь, я не, у меня нет успехов там, я там не провалился, но там я, как слышал, есть какие-то такие вещи, что очень важно себе там, ну, так, какое-то количество шагов, что-то вознаграждать. Ну, да, да, замерять, вознаграждать. И так далее, да. То есть здесь точно так же, это все с психологией связано. При этом важно как-то начать, и чтобы у тебя что-то получалось. Но я вам скажу, что если ваши вот, если вы сделаете с классным чуваком, которому у вас какие-то личные связи, сделаете содержательное интервью, пусть его посмотрят 200-300 человек, вы увидите какой-то эффект. Ну, кто-то позвонит и скажет, вау, классно было, ты еще вот это. Могут люди говорить там, ну, типа, ты еще об этом не спросила. Ну, все, вот есть интерес, надо тянуть эти вещи. Вот у Галины Ванючка, там одна из книг называется «Джеп, джеп, джеп», потом «Хук», что-то такое. Ну, типа, нужно давать, давать, давать сначала. Все давать. Да, много давать, да. Да, это все для людей нужно. Но в этом плане, мне кажется, у нас, опять же, в своей профессии тоже придется. Чем больше ты даешь, в какой-то момент оно начинает возвращаться. Да, да, очень многие вещи, я думаю, у вас пересекаются, и там вам даже, ну, вы и так все знаете, потому что, ну, вы работаете с людьми, то есть у вас есть коммуникация, психология, вы соприкасаетесь, вы хорошо выступаете, тема у вас в тренде, то есть вы не там, не ободы для колес, там, каких-нибудь для телег делаете, да, чтобы это стало интересно, зачем это. Ну, это интересно многим. Нужно определиться тоже с аудиторией, и потом фигачить во всех. Не фигачить во всех. Фильтр будет сам по себе уже. Да, 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 люди будут. Фильтр будет сам по себе. Фильтр будет сам по себе.